Ребят, всем здарова, с вами я, Трипл, на календаре 17 сентября 2018 года, и это говорит о том, что нашей с вами любимой игре GTA 5 исполнилось уже 5 лет. Сегодня мы с вами разберем, что произошло с хитом от Rockstar за все эти годы, и немножечко поностальгируем. Прошу вас максимально поддержать этот видеоролик лайком, ведь как никак у GTA 5 день рождения, ну а мы приступаем. Начнем, пожалуй, с небольшой предыстории. В 2008 году вышла GTA 4, которую Rockstar активно поддерживали и плюс ко всему успели обновить аж двумя сюжетными DLC. Далее, спустя 3 года, именно 2 ноября 2011, разработчики представили миру первый трейлер GTA 5, от которого у всех фанатов снесло башню, и они пересматривали трейлер по 10, а то и 20 раз в надежде на те самые сокровенные и интересные детали. Конечно, если мы сейчас посмотрим на этот трейлер, будет очень непривычно видеть GTA 5 такой, даже в сравнении с пазгеном, уж слишком все изменилось, и проявляется это в первую очередь в мелких деталях. Затем, в 2012 году у Rockstar выходит Max Payne 3, где, как нетрудно догадаться, разработчики оставили первые интересные отсылки к будущей части серии GTA, а именно на одной из досок. В игре игроки заметили постер со скриншотами самолетов из GTA 5. Титан, Гидра и два личных самолета были на этих скриншотах, но игроки тогда еще не знали, что это именно самолеты из GTA 5, но вполне вероятно, они догадывались об этом. О дате выхода в тот момент еще ничего не было известно, и только после выхода второго трейлера к игре 14 ноября 2012 года открылся предзаказ GTA 5 на консоли старого поколения, то есть на PlayStation 3 и Xbox 360, где черным по белому было сказано, что игра выйдет весной 2013 года. Кстати, в этом втором трейлере было показано очень много всего интересного о главных героях, миссиях, особенностях и фишках будущей игры, но к сожалению, если вы сейчас попытаетесь найти этот трейлер на официальном канале Rockstar Games на ютубе, у вас ничего не получится, а разработчики его удалили и честно говоря, причина этому мне неизвестна. И вот на календаре январь до весны остается совсем-совсем немного, и Rockstar заявляют, что дата выхода GTA 5 переносится на 17 сентября 2013 года. На разработчиков сразу же посыпалась куча хейта, но, как говорится, время лечит, и спустя пару месяцев хейт под утихо Rockstar продолжили делиться с фанатами новыми скриншотами и трейлерами. Один из них был посвящен трем отдельным персонажам, другой демонстрировал геймплейные особенности, а третий был посвящен GTA Online. Ну и под конец 29 августа был выпущен финальный последний трейлер перед выходом GTA 5. Ну и я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что произошло 17 сентября 2013 года. Долгожданная премьера для поклонников компьютерных игр. На прилавках появилась новинка GTA или GTA 5. На прилавках всех магазинов появилась GTA 5, игра ставшая самым настоящим прорывом на рынке развлечений. За несколько лет предшествующих релизу мировая общественность смирилась с мыслью о том, что будущая игра станет настоящим хитом, но никто даже не подозревал на какие рекорды она пойдет. Итак, чем же запомнилась нам GTA 5? Сентябрь. Первый день, первый рекорд. В первый день было продано 11 миллионов копий GTA 5. Игры с бюджетом в 265 миллионов долларов. Игры, которая за первые трое суток продаж сделала издателю прибыль в 1 миллиард баксов. Октябрь. Мультиплеер. GTA Online стала доступна в октябре 2013 года, менее чем через месяц после релиза основной игры. За минувшие 5 лет мир этой игры сделал огромный рывок вперед. И теперь, пожалуй, нельзя точно сказать, кто в этом тандеме является главным. GTA 5 или GTA Online. Ноябрь. Первое DLC. В ноябре 2013 года появилось первое бесплатное дополнение для игры в виде пляжного бездельника. И если сравнивать этот DLC с последними обновлениями для GTA Online, то выглядел он, мягко говоря, очень бедно и очень скудно. И это не мудрено, ведь до релиза мультиплеера сами Rockstar не были уверены в его успехе. Он шел лишь приятным бонусом к однопользовательской игре. Но в итоге онлайн принес разработчикам более 1 миллиарда долларов прибыли только лишь благодаря продажам карточек Shark. Ноябрь 2014. Перезагрузка. Именно в этом месяце вышли версии для консолей нового поколения PlayStation 4 и Xbox One. А также была объявлена точная дата выхода игры на ПК. Обновленная версия радовала не только графикой, но и другим революционным для серии новшеством, а именно видом от первого лица. Таким образом, благодаря данному ремастеру, до чуть ли не каждый игрок был вынужден купить игру во второй раз, дабы играть во все новые обновления и радоваться улучшенной графике. Март 2015. Ограбление. На данный момент ограбление это самое крупное и самое сложное обновление для GTA Online. Разработчикам потребовалось больше полутора лет, прежде чем они смогли сделать ограбление частью GTA Online. И хотя ограбления были по-своему прекрасны и грандиозны, в этом крылась их Ахиллесова пята. Дело в том, что внедрение ограбления в мультиплеер оказалось настолько сложным делом, что после реализации этой задумки, разработчики решили сосредоточиться на более легком и чуть менее масштабном дополнительном контенте. Сентябрь 2015. Старикам здесь не место. А в этом месяце для игры было выпущено первое обновление, которое не появилось на старом поколении консоли, а именно на PlayStation 3 и Xbox 360. Тем самым была окончательно и бесповоротно перевернута страница в истории игры. Отныне владельцам старых консолей приходилось наслаждаться только тем, что было выпущено ранее. Октябрь 2016. Борьба с хакерством. В этот период Rockstar успешно внедрили в GTA Online систему отслеживания незаконно полученных игровых денег. А так как хакеры обычно швырялись деньгами направо и налево, раздавая их и обычным и честным игрокам, то после обновления у многих со счетов были списаны кругленькие суммы игровой валюты. Однако, что ни говори, но с осени 2016 положение дел стало гораздо лучше, чем оно было ранее. 2017 год. В этом году стало известно, что GTA 5 продалась более чем 80 миллионным тиражом. Также агентство NPD признало ее самой продаваемой игрой всех времен, подчеркнув при этом, что GTA 5, начиная с первоначального релиза, практически никогда не уходила из топ-10 мировых продаж по месяцам. Кроме этого, Rockstar решили окончательно уйти в какую-то военную тематику обновлений для GTA Online. Яркий пример тому DLC торговли оружием, где были добавлены бункеры и куча военизированного транспорта, DLC-контрабандисты, в рамках которого в игру завезли ангар и тонну новых самолетов, ну и затем обновление Судный день, где появилась куча новых кооперативных миссий и опять же огромная порция военизированного транспорта. Но и только сейчас, в июле 2018 вышла более-менее, как по мне, интересная DLC для GTA Online под названием «Ночная жизнь», где игрокам предоставили возможность вести бизнес ночных клубов со всеми любимым персонажем Гием Тони и нанимать настоящих диджеев из реальной жизни. Среди них Соломун, Тейло Фасс, Диксон и The Black Madonna. Ну а сейчас 17 сентября 2018 года, GTA 5 исполнилось ровно 5 лет и совсем скоро, именно 26 октября, Rockstar выпустят свой новый шедевр в лице Red Dead Redemption 2. Пишите в комментариях, что вам запомнилось больше всего из 5-летней истории GTA 5, а также максимально поддержите этот ролик лайком и подписочкой на канал. Всем огромное спасибо за просмотр, все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, всем удачи, друзья, и всем пока. Стоп, 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 ты уже уходишь? Посмотри вот эти видосы, они очень интересные, думаю, тебе безумно понравятся. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА